Всем приветики! Сегодня хочу вам рассказать о том, как мы получили бесплатную медицинскую страховку в Медикэл. Но наша история явно ко всем не подойдет. Когда мы приехали в Америку, я приехала на третьем месяце беременности. Обследоваться нужно было как-то. Мы стали узнавать, как же можно более дешевым способом где-то получать медицинское обследование. Чтобы следили за тем, как ребенок развивается. Друзья нам посоветовали просто сходить и попробовать обратиться в организацию, которая занимается медикэлами, вэлферами, фудстэмпами, которые дают. Просто попробовать и пойти с ними поговорить. Что мы и сделали. Мы с этими друзьями, так как языка мы не знаем, мы отправились в эту организацию. Пришли и объяснили им ситуацию, что мы собираемся оставаться в Америке, мы не собираемся уезжать назад. И так как я беременная, попросили, чтобы хотя бы мне дали страховку, так как я переживаю за ребенка. И хотела бы наблюдаться у врача. Они сказали, что, ну, как бы это не положено, и вообще мы по турбизам, мы не имеем на это никакого права. Вот. На что мы им ответили, что мы не собираемся категорически ехать назад, что нам угрожают там, что под угрозу ставить свою жизнь, жизнь детей. Вот. Они попросили принести на нас договор рента, выписку с банковского счета, сколько денег у нас там лежит, и наши паспорта. И если есть машина, попросили документы на машину. На тот момент мы уже месяц как бы были в Америке, вот, и машину мы уже купили, мы принесли им свои паспорта, договор рента, сделали копии, сделали распечатку в банке о том, сколько денег мы положили на счет, сколько денег мы истратили за этот период времени. Они посмотрели все эти счета, сказали, что будут думать и сообщат нам о своих... Через несколько дней нам на почту, на наш адрес, пришло письмо о том, что нас вызывают туда, ну, чтобы поговорить. Мы к ним приехали. Они стали задавать вопросы опять, почему мы хотим остаться, точно ли мы остаемся, сколько денег мы с собой наличными привезли, что мы покупали, вплоть до того, что там, ну, я не знаю, мебель, стол, стулья, да, вот такое вот все спрашивали. Вот, потом они говорят, хорошо, мы вам дадим страховку, ждите ее по почте. Вот, мы были уверены, что страховку только мне дадут, так как обращалась только я, но разговаривали они со всеми. Ну, точнее, с моим мужем еще, да, с ребенком они не разговаривали. Спустя две недели нам на почту приходят три письма, и в каждом письме была карточка Медикэл. То есть, помощь дали мне, ребенку, ей тогда 3-2 года было, и мужу. А вот, мы попросили друзей узнать, ну, мы же не просили как бы на остальных, да, как это может отразиться или еще что-то. Они сказали, что ребенку в любом случае они бы дали страховку, потому что, ну, они не могут отказать в помощи вообще, в принципе. То есть, если в Америке с вами что-то случится, и вы турист, вы все равно едете в этот самый, в emergency, и вам окажут эту помощь. Счет вам выставят, но есть куча благотворительных организаций, и если вы им покажете, что вы не можете чисто физически оплатить этот счет, последние деньги у вас никто не будет отнимать, потому что вы же должны чем-то за рент платить, вы должны как-то питаться, а работать вы не имеете права. Вот, деньги последние у вас никто не отнимет, и, скорее всего, какой-то благотворительный человек или фонд, вот, они оплатят ваш счет, вам могут выставить там счет, я не знаю, на 10 долларов, на 15, чисто символически. Вот, и они сказали, что ребенку в любом случае бы они дали страховку. Мне и мужу дали страховку на экстренные случаи. Ну, то есть беременность как бы тоже у них считается экстренным случаем, да, в принципе, родить-то я же все равно должна. Вот. И на мужа это распространялось, ну, если он, я не знаю, руку сломает, там, ну, вообще, экстренный случай, руку сломал, глубокий порез, там, я не знаю, при смерти человек, вот, на такие случаи. То есть если у вас просто болит голова или, я не знаю, вы хотите обследовать свою печень, там, или, не знаю, почки, то, конечно, эта страховка не покроет ничего. Вот. У нас до сих пор страховка у меня, у дочери, ну, ребенок, который родился, ему она автоматически пришла через несколько дней, эта страховка. Вот. У нас эти страховки все есть, страховку мужа отменили. Как только закончился срок пребывания в стране, у него страховка перестала действовать. Насколько это отразится на получении грин-карты, мы не знаем, потому что интервью мы еще не проходили. Вот. Но, в принципе, как говорит адвокат, мы этой помощью не пользовались так, чтобы, да, пойти и просто обращаться к врачу. Мы ей пользовались по назначению. То есть, ребенку нужно было пройти медицинское, ну, просто осмотр врача, вот, и они посмотрели ее прививки, которые у нее были. Да, кстати, если вы едете, обязательно сделайте перед уездом прививочную карту, чтобы пусть на русском языке вам напишут, какие прививки были сделаны ребенку. Вот. У нас, ну, мы сделали такую карту, они просто взяли, сделали с нее копию и сами уже переводили. Сказали, что прививки ей делать не надо, просто осмотрели, и все. Мы с ней больше не обращались к врачу. Вот. Ну, с маленьким мы постоянно ходим, потому что у них тут, ну, часто, раз в два месяца, наверное, сейчас вот прививки, осмотр. Вот. И я только обращалась, когда проходила, ну, сдавала анализы всякие, делали мне УЗИ, и вот сами роды. Вот, в принципе, и все. Больше, ну, дополнительно мы не обращались ни за чем. По этой страховке, когда врач мне выписывал таблетки, мне бесплатно в CVS мы брали таблетки. Просто показывали эту карточку, вот, и получали таблетки. Вот, в принципе, и все, что я знаю. Вот. Так как дополнительно, как бы, ну, ничего другого мы не узнавали. Я вам рассказала, вот, как с нами все это было. Вот. Не знаю, если вы взрослый человек, скорее всего, ну, вам не дадут эту страховку. Вот. А детям, ну, вот, когда мы попросили друзей позвонить и узнать, они сказали, что хорошо, что вы обратились, чтобы это не было никакими там экстренными, ну, случаями, чтобы ребенок спокойно, если у него поднялась температура или какое-то недомогание, чтобы мы могли получить эту помощь. Вот. Так как в любом случае мы оплатить это не смогли бы. Вот. И это лишние проблемы. Вот. Не знаю, как в остальных штатах, но вот в Калифорнии, именно в Сан-Диего, вот такую информацию нам дали. Вот. Я надеюсь, хоть чем-то помогла вам. Калифорния. Продолжение следует...